Микс Ньюс Добрый день! Сегодня вторник, традиционный день добрых дел на Радио Болтком и в эфире программа «Зелёная лампа» программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв в студии. И гость у нас сегодня интересный очень. Дмитрий Лицов, экзистенциальный психотерапевт, мастер психологии, руководитель психологического центра «Виталити». Здравствуйте! Сколько являюсь экзистенциальным психотерапевтом, столько не могу выговорить. Вот, вот, сегодня будем учиться. И главное, объясним, что же это такое значит на самом деле. И новая неделя, и у нас новый сюжет, у нас новый герой. На прошлой неделе мы ездили с Ритой в Дундагу навестить 4-летнюю девочку. Это очень далеко. Девочку Зана Румпе, которая живёт там с мамой, с папой, две старшие сестрички. Удивительная семья, бабушка, тётушки. Девочка неизлечимо больна. У неё такой диагноз, она единственная в Латвии. То есть это какой-то генетический сбой, болезнь краббы. Мы даже такую не знаем. И, в общем-то, когда поставили диагноз, то и, так как ребёнок единственный в Латвии, то здесь врачи тоже никогда не сталкивались. И тоже не знали, разводили руками, что делать. И на данный момент, в принципе, такие детки живут не более двух лет. Зана 4 года. То есть она живёт. То есть эта болезнь считается неизлечимой. И родители понимают, что эта история, ну как, конечна, и, наверное, она быстротечна. Но в чём мы можем помочь? Чем нужна помощь? Так как девочка очень слабенькая, её из Дундаги возить сюда, в Ригу, на какие-то очень серьёзные реабилитационные процедуры, которые могли бы облегчить её состояние, ну, нереально просто. И вот все эти палеотивные какие-то вспомогательные устройства и аппараты, они должны быть дома. И врачи подобрали для неё такое, как это, устройство, вибрационная платформа, называется Галилео. Для тела. Да. То, что просто, ну как сказать, ребёнок плачет от боли. Представляете, ребёнок плачет от боли, родители не могут помочь. И вот это устройство, которое будет расслаблять мышцы, снимать пастику, тонус и такими какими-то специальными вибрациями, ну, мы не медики, нам сложно понять, как это устроено, даже внутренние органы каким-то образом помогать убирать эту боль. В общем, и мама, она… Аппарат этот очень дорогой, он стоит 5300 евро. Семье самой не справится, но это, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы помогли этой семье приобрести эту платформу для тела вибрационную, потому что это облегчит жизнь малышки, это четырёхлетние. А у всей семьи её очень любят они, все очень любят. Она вот на ангелочка похожа, посмотрите на нашем сайте в статье «Фотография». Напоминаем, что подробно историю, посмотреть фотографии и банковские реквизиты для перечисления помощи на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Вот вы туда заходите, и там всё во всех деталях и подробностях. Благотворительный телефон, наш традиционный 9306384, стоимость звонка евро 42 цента, работает для маленькой Заны всю неделю, до следующего вторника, до 19 ноября. Вообще, эта история не только о боли и болезни, это история о большой любви, мы ещё к этому вернёмся. И, в общем-то, этой теме любви в самом широком смысле и посвящена наша сегодняшняя программа и наш разговор с Дмитрием Лицовым, потому что он тот человек, который всё про это знает. Нам вообще иногда кажется, напоминаем, что у нас в гостях психотерапевт и психолог, очень известный, очень востребованный, потому что мы вот когда следим по его страничке за его передвижениями, мы думаем, когда же он вообще отдыхает, когда же он спит, когда же он побывает в Риге. Нам очень повезло, Дмитрий, что вы сегодня у нас в студии. Будем говорить о жизни и о любви. Хорошо? Я за. Да. Буквально пару дней назад Дмитрий вернулся со съезда онкопсихологов, и завтра утром он улетает дальше. Ну, куда-то дальше. Да, по своим каким-то профессиональным интересам. Расскажите нам вот съезд онкопсихологов. Что нового там важного, может быть, было в встрече с коллегами, поворот какой-то? Я сначала, может быть, отзовусь на эту историю, которую вы рассказали. Знаете, такое узнаваемое чувство бессилия. Вот, наверное, самое тяжёлое, что ощущают в родителе, да, и мы, когда оказываемся рядом, вот в ситуации, когда видим, происходят такие ужасные вещи. Это то, что мне пришлось пережить в своём опыте, да, у меня 20 лет назад погиб сын, старшим был 10 лет. Это, собственно, то, что привело меня в профессию. И вот тогда я очень хорошо ощутил вот это выбивающее опору из-под ног бессилие, когда ты настолько беспомощен перед чем-то большим. Я это называю неотвратимой внешней силой. И у меня, конечно, очень много сочувствия родителям, что им приходится жить вот в такой ситуации, да. И в то же время то, что вы за кадром немножко сказали, да, про то, что родители приняли решение просто жить, просто быть с ребёнком, да, а не бороться, не знаю, с миром, с Господом Богом. Да, совершенно так. Мама сформулировала не жить ради Заны, а жить с ней. Ну вот, мне кажется, вообще в этих простых словах вообще суть воспитания как такового, да, быть в мире ребёнка, быть самим, собой, настоящим, быть вместе. Да, у Ивана Ильина такой философ был, у него есть бытие рядом, про воспитание. И я помню, ну, как я двигался этим путём, ну, у меня трагедия случилась, просто случилась в один момент, и всё, и сына не стало. А вот полтора года назад я был в Киеве, я иногда провожу такие терапевтические группы для родителей, потерявших своих детей. И вот вы сказали сейчас про любовь, про жизнь, я вспомнил одну историю. Вас плакать можно? Можно. Можно, нужно. Не исключаю, что я буду это делать, потому что я когда вспоминаю эту историю, я её вспоминала на съездёнка психологов три дня назад, да, ну, без слёз я не могу об этом говорить. Это была группа родителей, 25 или 26 человек, у кого дети умерли от рака. И вот человек, ну, это трудно представить, слова «я понимаю», они совсем неуместны, я тебя понимаю, когда родители говорят, невозможно понять. И вот одна из историй, очень много сейчас картинок всплывает в памяти, хочется обо всех рассказать, но одна из историй, которая меня совершенно потрясла, и которая мне показала, что такое любовь. Ну, конечно, дать определение, что такое любовь, я думаю, невозможно, определение сразу как-то сузит, потому что, ну, вот такие главные истинные вещи, сущностные, они, конечно, за пределами ума, там, структуры, объяснения, определений. Ну, вот представьте, это рассказывает мама мальчика, который умер, ему было 9 лет, по-моему, года полтора шло, лечение очень тяжёлое, с химией, со всеми сложностями. И в какой-то момент главврач отделения сказал маме, что лекарства не помогают, и по его прогнозам, по их прогнозам, консилиума, мальчику осталось жить примерно месяц. И мама, конечно, скрывала от ребёнка, да, они предлагали какие-то новые препараты, вот это, так называемое, оптимистичное или позитивное мышление, да, вот как-то надо… Они настраивали мальчика на это лечение, но я уверен, я даже как-то это знаю внутром, что, ну, будь то ребёнок, будь то взрослый, он знает, что он умирает. Вот как бы ему что ни говорили, но где-то у нас там есть какое-то место в душе, которое точно знает, что вот всё, жизнь утекает, последние капли. И вот этот мальчик, представьте, 9-летний ребёнок ночью дождался, когда дежурит главный врач, мужчина. Он пришёл к нему ночью и сказал, вы мужчина, я мужчина, скажите мне правду. Доктор стал, ну, отбиваться, да нет, что-то, мы из Германии получили химиопрепараты, сейчас начнём лечить, он говорит, скажите мне правду. Ой, я не могу. Вам же, говорят, с этим жить, представляете, 10-летний ребёнок. Доктор ему сказал, что лекарства не помогают и что, по его прогнозам, месяц-полтора, может быть, он будет жить. Когда утром пришла мама, полная позитива искусственного, да, и сказал, сейчас вот всё начнётся, ты не волнуйся. И он ей говорит, мама, я всё знаю, рассказал о своём разговоре с доктором. И я, говорит, я хочу попросить о трёх вещах. Вот эта мама мне всё рассказывает. Первое, 9-летний ребёнок, я пятый раз, по-моему, повторяю 9-летний ребёнок, потому что я как-то два года почти прошло, но я как-то в шоке до сих пор от той правды, которую дети могут ощущать вот в этом моменте жизни, здесь, сейчас. Он говорит, первое, пообещай, что ты, когда я умру, ты ничего с собой не сделаешь. А мама нам сказала, что, ну, это единственный сын, проблемы с мужем, вот, и она так и думала, что она жить не будет. Она пообещала. Второе, мама, пообещай, что ты разведёшься с папой. У вас не получилось это очевидно, ты страдаешь, разведись с папой. Ребёнок маме говорит. Она пообещала. И третье, мама пообещает, что если ты встретишь мужчину, которого полюбишь и полюбит тебя, выходи за него замуж и роди себе ребёнка. О, я не могу. Не потому что, не на замену мне, а потому что ты умеешь любить, и это надо дарить. Ну, полтора года прошло эта история, и я до сих пор не могу вот как-то спокойно не рассказывать, как, знаете, документальное кино. Вот смотрите, что сделал мальчик. Сейчас мы все в слезах будем. Пожалуйста, вы же сказали, можно, не только гостям. По сути, мальчик дал маме право на жизнь и право на любовь. Он просто дал, он потребовал у неё этого обещания. Да, ну, тем самым он дал. Я думаю, что вот если говорить о том, что такое любовь, это что-то, что даёт нам право на жизнь, даёт нам право быть тем, кем мы являемся, и жить той жизнью, какой мы достойны, мы способны, мы можем. Это вот мой ответ на вопрос, который прозвучал, что такое любовь. Можно я только вот добавлю про эту семью, в которой мы были. Датце, мама маленькой Заны, она вот нам рассказала, что она прошла все стадии, они в семье прошли все стадии, тоже и гнев, и боль, и обида, и непонимание. И всё это долго их мучило, почему так произошло. Но в какой-то момент она говорит, вдруг, вдруг, в какой-то момент у меня произошёл переворот такой внутренний. Она говорит, я почувствовала, что раз мы не можем влиять на эту ситуацию, мы не можем вопросами жизни и смерти никак распоряжаться, и ничего от нас тут не зависит, мы можем только улучшить, ну, как-то украсить, сделать теплее жизнь этой маленькой девочки, которую мы очень любим. А жизнь и смерть в руках Господа. Она говорит, и мне стало легко, и вот они стали жить здесь и сейчас. Вот то, о чём вы говорите всегда, да, очень часто, здесь и сейчас. И мы смотрели в этой семье действительно, ну, там столько любви, там столько любви. Она вот просто вот витает там, эта любовь, да, несмотря на то, что вот кто нас слушает сейчас, наверное, думает, как тяжело, как ужасно, кто-то даже, может быть, и служить не будет, боясь этой боли, да, в себе. Но это действительно настоящая любовь, она какая-то безграничная. Ну, и вы знаете, на самом деле действительно от нас мало что зависит вот в таких ситуациях. И даже слова, ну, какие-то правильные, уместные, очень трудно подобрать и очень легко ошибиться и попасть мимо. Но просто вот мы просим помощи для чего? Вот эта вот платформа вибрационная, на которую ребёнка можно положить и снять мышечные боли, чтобы она не плакала от боли, и чтобы это можно было делать дома. 9306384. Один звоночек – это 1 евро 43 цента. Всего 42 цента. Стоимость этого приспособления 5300 евро и банковские реквизиты для перечисления помощи на сайте MixNews.lv в разделе «Зелёная лампа». Специальный целевой счёт для Заны Румпы открыт в благотворительном фонде BeOpen, который вот помогает этой семье. Я тоже скажу два слова. Я знаю, что передачи слушают и смотрят. Нас показывают? Показывают. Меня или у всех? Да, вас, особенно вас. Мне писало довольно много моих знакомых после того, как увидели анонс на моей странице на Фейсбуке. И был вопрос, кто-то спрашивал, можно ли перечислять как-то из других стран. Там, да, Россия, Эстония. Можно, конечно. Потому что саму звонку или? Нет, звонок, телефон – это Латтелеком, он работает только в пределах Латвии, к сожалению. А счёт банковский можно по карточке. Поэтому, друзья, коллеги, я прошу вас отозваться. Здесь надо понимать, мы очень благодарны этой маме, которая решилась рассказать свою историю. Она, ну, невероятная история, вы почитайте сами всё подробно. Просто тяжело читать. И в то же время ты понимаешь, что это вот что-то очень большое и очень важное. Это для всех очень важно, потому что это о любви, на самом деле, да. И мы ей благодарны, что она решилась, это не просто. Но она решилась об этом говорить, чтобы и другие родители знали, как вот в этих ситуациях быть. Это мужество, преодолеть весь этот страх. Вообще вопрос палеотивного ухода за детьми – это очень сложный вопрос. И, ну, как, конечно, вот мы здесь, да, нашей программой глобально ничего не изменим. Но говорить об этом надо. Эти мамочки, с которыми мы знакомимся и помогаем этим деткам, тяжело больным, они объединяются в различные общества. Они от имени этих своих обществ, как общественных организаций, они составляют какие-то петиции и документы, они привлекают специалистов. И что-то чуть-чуть, потихонечку сдвигается. К сожалению, вот я, кстати, сегодня прочитала на Фейсбуке пост нашей давнишней коллеги и друга Регина Лочмеля, она вот депутат Сейм, она написала, что отклонили поправку, что люди, у которых зонт для питания, они хотели, чтобы государство оплачивало вот это питание. Ну, отклонили. То есть у человека есть зонт, а если у него не хватает денег, на это питание. Я бы вот этим людям, которые голосуют против, этот зонт не скажу, в какое место. Но это катастрофа. Ну вот. А если мы вот в маленьком конкретном случае, маленькой конкретной девочке, девочка очень красивая. Вот просто если бы… Вот просто смотришь на её портрет, голубоглазая, такая блондинка-блондинка, и такие какие-то глаза вот просто, которые они смотрят туда, куда-то, вот вдаль через небо. Такая прямо эстетика Андерсона какая-то. И, знаете, вот меня лично, мы всегда с Витой делимся маленькими какими-то деталями, которые особенно тронули и поразили. Меня, знаете, поразила. Вошла бабушка в комнату и говорит, а вы знаете, Дация, это мама, она у нас во дворике посадила сто роз. Вот она говорит сто роз. И мама объясняет, она говорит, пока она жива, пока она с нами, я так хочу, чтобы у неё всё вокруг было красивое. Вот у неё мишки, куклы в красивых платьях, там какие-то зайчики. Она вся в куклах лежит. Эти розы цветут, и летом она у меня сидит в коляске в этих розах. Что даёт людям такую свободу? Понимая, что скоро эта любовь закончится, да, ребёнка не будет. Вот что, для меня это всегда такой очень большой вопрос. У меня три года назад мама заболела раком, да, и она четыре месяца мы боролись. И вот этот путь её последний, я был рядом с ней, большей частью. И то, что вы сейчас говорите, я, знаете, вспоминаю до мурашек, когда наступил какой-то момент, примерно месяца за полтора, может быть, до того, как мама не стала, когда вот эту всю тревогу, страх, сомнения связаны, о чём можно говорить, о чём нельзя. Я как-то переборол и, глядя в глаза, я сказал, мама, ты боишься умереть? И, знаете, такая свобода пришла. Оказывается, этот разговор, ну, он для неё был нужен. И она сказала, нет, ты знаешь, я последние 10 лет вообще самым счастливым человеком была на свете. И наступила лёгкость, знаете, такое время, вот то, что вы рассказываете, да, про девочку, про семью, в параллель с моей историей, это, во-первых, приходит время правды, потому что не соврёшь ни себе, ни ребёнку, ни людям. Это правда, которую принять, признать очень трудно. А второе, это вот то самое прислову, это жизнь здесь, сейчас, да, когда ты понимаешь, что вот это сейчас может закончиться в любой момент, там, через час, через день, через... И это то, что точно, ну, как-то пробуждает вот это желание жить, которое, например, материализуется в розах. Такая история какая-то удивительная, конечно. То есть всё о жизни получается, да? Всё о жизни. Я в своей душе, можно я? Да? Я, знаете, в силу профессии я привык слушать, а здесь можно говорить. Поэтому я оторвусь. Ну, вот, это, наверное, главный вопрос, ну, для меня лично. Почему гибнут дети? Почему умирают дети? У нас сейчас перерыв будет небольшой. Мы, может быть, продолжим вот эту вот тему сразу после новостей. Хорошо. Да. Мы напоминаем вам, что телефон 9306384 работает для малышки, для 4-летней маленькой Заны, чтобы помочь ей приобрести специальный аппарат, который облегчит её жизнь. И оставайтесь с нами, через несколько минут мы, после рекламы, мы продолжим нашу беседу. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что мы сегодня помогаем 4-летней девочке Заны, тяжело больной девочке, с неизлечимым диагнозом, собрать средства на приобретение специальной вибрационной платформы для тела, которая облегчит её жизнь. И стоимость этой платформы 5300 евро. Система «Галилео» называется. И благотворительный телефон 9306384 работает для маленькой Заны. Всю неделю до вторника. Стоимость звонка – евро 42 цента. Напоминаем, что в гостях у нас Дмитрий Лицов, психолог, психотерапевт, очень интересный человек. И мы в первой части программы сразу затронули такие серьёзные, глубокие очень темы и остановились на моменте, на очень важном и серьёзном вопросе. Вот с него давайте, наверное, и начнём. Дмитрий, вот вы недавно были на Афоне, до этого вы были на Валааме. Вы какие-то, чтобы ответить на этот вопрос, вы, наверное, какие-то предпринимаете, ну как сказать. А вопрос звучал так, что почему как-то так всё несправедливо устроено, почему болеют невинные какие-то души и умирают дети? Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что я не очень хороший верующий. Как сейчас говорят, есть воцерковлённые, есть нет. Я не очень, но есть вопросы в жизни возникают, и хочется на них найти ответы. И ту практику, которую я веду, она требует каких-то особых, ну, я так думаю, сил. И откуда-то их нужно брать. Почему-то в зависимости никакие я не попал иногда. Да, вот этого у меня нет. И я как-то вот по мере возможностей где-то бываю, какие-то вопросы задаю, и на Валааме, да, случилось какая-то… А практика такая, ещё раз напомню, онкопсихолог. Это одна из частей. Я очень много, я работаю как онкопсихолог, да, я работаю много с родителями, потерявшими детей. И вообще у меня очень большая практика. В основном я сейчас групповой терапией занимаюсь очень много в разных странах и городах. Так вот, вопрос, почему гибнут дети, он такой, ну, опасный, потому что никто никогда на него ответа точного не дал и вряд ли даст. Ну, вот просто, знаете, слова «на всё Божья воля», оно как-то часто звучит, для меня звучало, по крайней мере, до некоторых времён, как, ну, какая-то отмазка. Ну, вот, то есть есть что-то такое вот за этой тёмной комнатой, и там есть ответ, поэтому просто поверь, что он там есть. И для меня это как-то звучало всегда, особенно из уст людей, которые, может быть, не очень верили тому, что говорят, ну, иногда и священники разных конфессий, да. Я задавался этим вопросом. Он говорит, да, я чувствую, что сам не очень-то верит. И вот я попал на Афон почти случайно, ну, как-то я оказался в русском монастыре святого Пантелемона и подружился с некоторыми монахами, там очень много всякого интересного произошло. И один из них меня убедил, говорит, давай, раз уж ты приехал, ну, не очень ты хороший верующий, но давай иди, значит, исповедоваться и причащаться. Это было недавно, да? Это было в мае, да. И я собрался и пошел после службы очень долго в храме как раз, где мощи Пантелемона. И знаете, такой, наверное, старец, хотя, говорят, сейчас старцев нет, но вот старенький монах, такой глубокого возраста, он даже на стульчике сидеть не может, ножки, видимо, больные, да, и вот коврик, и он на полу. Все к нему подсаживаются, и моя очередь. Я подхожу, я вижу, что как-то это очень быстро все происходит. Видимо, мне нужно как-то исповедоваться в каком-то таком главном грехе. Ну, я думаю, что я сейчас не нарушаю тайну исповеди, потому что это была моя исповедь, а не его, да. И чем ближе очередь, тем больше. Я понимаю, что, наверное, главный мой грех – это, ну, наверное, грех человека. Если Бог есть, то это против Бога, даже не против себя, других людей. И когда я к нему подсел рядышком, спросил, ну, что, я сказал, что я злюсь на Бога. Он так удивленно поднял глаза, говорит, то есть, я говорю, ну, я злюсь на Бога. Вот я нередко встречаю родителей, кто потерял своих детей, и мне через, там, две недели предстояло ехать в «Зимнюю вишню» в Кемерово, там, тоже для родителей проводить эту встречу. И я говорю, ну, у меня нет ответа, и я злюсь, наверное, это грех. Он, знаете, смотрит на меня такими голубыми-голубыми глазами, как в кино, когда раскрашивают глаза, да, какие-то ясные совершенно, и говорит, а ты говори, спасибо, Господи, за всё. Я говорю, и за то, что гибнут дети. Он с каким-то невероятным спокойствием отвечает, кивает головой, а ты говори, спасибо, Господи, за всё. И я, значит, тупой и настойчивый. И я говорю, я вот поеду, там будет 20, наверное, родителей, чьи дети погибли, сгорели в этом аду. Я буду слушать эти истории. Как? Он опять, глядя мне в глаза, почти не моргая, а ты говори, спасибо, Господи, за всё. Я, наверное, впервые в жизни почти физически ощутил, что такое истинная вера. Вот что-то такое, знаете, мне передалось, вот в этом его спокойствии, отнюдь не безразличие, но вот в том, что он говорил, я почувствовал истину, если вообще я можно почувствовать. Это очень странное, конечно, такое ощущение, но вот внутреннее, я сейчас говорю, у меня там как-то внутри опять всё поднимается. Я через две недели был в Кемерово, эта группа была для родителей и для волонтёров отдельно, кто работал вот со всем этим ужасом. И я, ну, не только оттуда вышел непострадавшим, да, потому что столько горя как-то видеть, слышать – это нелегко. Я вышел с таким ответом для себя, что гибель детей или вот какие-то ужасные вещи, которые происходят в жизни, их не нужно объяснять, их нужно просто переживать. Это, может быть, не ответ для книжки или для инструкции, что делать, да, а это какой-то, учитывая мой опыт, как я справлялся с трагедией там когда-то 20 лет назад и продолжаю справляться там день от дня, это что-то про то, что истинно всё-таки за пределами ума, правила, да, она вот как-то в сердце. И напоминаем, вот, что на этой неделе наша программа «Зелёная лампа» помогает четырёхлетней девочке из Дундаги, Заны. Зана единственная в Латвии с таким редким диагнозом болезнь Крабе. И средства нужны на такую аппаратуру, на которой ребёнок будет лежать, и там идут вибрационные действия, и снимается с пастика мышц, уходит боли, потому что ребёнок плачет от боли. Когда приступов нет, ребёнок живёт и радует вообще всю свою семью. Если ребёнка нельзя спасти, это не значит, что нельзя помочь. Помочь, просто облегчить. И ему, и маме, потому что там сердце разрывается у всей семьи. И знаете, что нам сказала мама? Я понимаю, что это очень дорогое вот это вот устройство, но мы не можем возить девочку в Ригу там, где есть такой аппарат. И мы понимаем, что когда Зана не станет, мы этот аппарат отдадим или другому ребёнку, или в медицинский центр, где он будет продолжать служить другим детям. Вот это просто никакими словами не объяснить и не написать, вот что ей стоило это сказать. Этот телефон наш 93006384. Это же какое количество любви должно быть у неё? И вера, наверное. Есть кто-то из святых отцов, там, начало времён, сказал, что последняя битва – это примирение с тем, что есть. И вот это примирение с тем, что есть, ну, оно, я так думаю, что, наверное, там, моя деятельность, как я немножко тут поделился, да, она как раз такая попытка примириться с тем, что есть. И я так думаю, это может быть вот родителям. Я знаю, что сейчас слушают родители, и мне кто-то писал, кто потерял детей, да. И, наверное, я понимаю, я так иногда самонадеянно себе говорю, ну, всё, я уже пережил. Ну, я понимаю, что, наверное, нет. Хотя трагедия случилась давно. И вот, наверное, можно, наверное, это я знаю по себе, можно найти смысл в этой потере и реализовывать его в жизни. Вот деятельность, которую я веду, она как раз про то, чтобы как-то, ну, я думаю, так, если честно, совсем, наверное, чтобы мне в своей душе примириться вот с тем, что есть, что вот так случилось, и что-то я делаю, ну, как-то я, наверное, эту боль, как вы в анонсе написали, да, откуда-то вы там про… Переплавляете боль в любовь? Переплавляем боль в любовь. У вас нашли на страничке. Да, это одна моя коллега из Минска, я там недавно группу проводила, она по результатам группы сказала, здесь боль переплавляется в любовь. И вот если говорить про боль в любовь, да, я хочу сказать два слова, что сегодня я был на прощании Станни Меслевича, да, это радиоведущая с Томской площади, с которой мы делали много передач, и у нее был рак, ее не стало в прошлый четверг, да, и вот после этой службы я вышел, ну, мы как-то сблизились, последние полгода, когда она болела, мы с ней общались отдельно, кроме там рабочих каких-то отношений. Вот, и я первое, что сделал, когда сел в машину, я своим детям написал, у нас там общий чат есть, детеныш, я вас люблю. И вот, наверное, это, конечно, такой микроэпизод, да, но мне кажется, что когда кто-то из нас чувствует боль, неважно какую, душевную я имею в виду, неважно по какому поводу, мне кажется, что один из способов, как с ней справиться, это как-то обратиться к кому-то, ну, протянуть руку. Мне очень нравится. Вот Остапа понесло. У Михаила Пришвина, я к удивлению пару лет назад, обнаружил, что у него есть какие-то уникальные совершенно дневники, которые он написал там 50 лет жизни, и в которых вообще, ну, какие-то совершенно невероятные открытия истины. У него там есть в один из дней, он пишет, что душевное здоровье, это когда человека неотвратимо тянет сказать доброе слово другому. Я прям зааплодировал один на один с собой. Замечательно. Уже не в самолёте я летел, читал, да. И вот мне кажется, что у нас есть два пути, которые мы не всегда осознанно выбираем, когда мы оказываемся вот в такой, так назову, пограничной ситуации, потери, например, да, какого-то ужаса, когда наша жизнь раскалывается, либо мы исчезаем сами, ну, вот всё, что там называется депрессия, зависимости, да, либо мы из этой боль как-то трансформируем во что-то человеческое, во человечество, не знаю, себя, там, своей семьи, своих близких. Не в смысле, что мы роботы, а теперь мы станем там что-то чувствовать, да, а в смысле, ну, вот как раз тех связей, о которых я говорю, как семья девочки, когда они вот решили заявить, ну, миру, да, вот сейчас о своей трагедии, тем, как они справляются, это тоже же такой выход, не только, ну, как я вижу, просьба о помощи, помогите ребёнку, да, но вообще-то это, они как-то очень много дают, ну, мне это точно. Очень много дают. Вот, да, это совершенно точно вы сказали, сформулировали. Мы напоминаем, что телефон наш 9300-6384 работает для маленькой девочки Заны, стоимость звонка евро 42 цента. Дмитрий, а можно я другую вашу грань чуть-чуть задену, но там вот как-то вот… У меня ещё есть грань? Слеза. Да, 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 мы знаем, что вы очень человек с очень богатым чувством юмора. Более того, что вы даже доклад как-то готовили о том, как юмор помогает в работе психолога с тяжелобольными людьми. Это правда помогает? И как это вообще происходит? И как это происходит? Да, да, да. Конечно, помогает. Смехотерапия? Это не смехотерапия в том смысле, что мы сели и начали хохотать все. Да, но в чём суть юмора? Вот если попробовать зелёной лампой, это знаю… Вот, 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 мы плавно переходим. Да, в чём суть юмора. Юмор – это то, что вскрывает противоречия. То есть, это всегда… Юмор – это всегда вскрытие некого конфликта, вот каких-то двух противоположных вещей, которые… Ну, сейчас, не знаю, попробую вспомнить. Вот зря вы сказали, почему-то юмор, а, знаете, сразу анекдот не приходит в голову здесь, сейчас. Но когда мы справляемся с болью, как человек вообще сможет справиться с болью, которая в его душе живёт? Ну, нет ничего лучше и более человеческого, чем слёзы и смех. Вот когда мы не плачем, когда мы должны быть сильными, когда мы там… Сейчас же женщины должны быть сильными. Раньше-то, ладно, на мужиков только это повесили. Да, ладно, женщины. Ну, очень много сейчас сильных, вот им надо быть сильными. И вся эта боль душевная… У того же Ильина, по-моему, есть фраза, когда мы не плачем глазами, когда глаза не плачут слезами, сердце плачет кровью. Так вот, слёзы и смех – это то, что даёт разрядку вот всех тех наших внутренних напряжений, которые в нас есть. И поэтому вот способность посмеяться над болезненным, да, над тем… У Ницше, по-моему, есть эта фраза, что то, над чем мы можем посмеяться, перестаёт быть страшным для нас, перестаёт быть пугающим. Но это правда, ведь там страх, боль – это же некие чувства, эмоции, которые в нас живут, не имеют выхода. И через смех, через… Я помню, у нас в самой первой группе поддержки, мы с коллегой, с Людой Дряба, в семь или восемь лет ввели еженедельную группу поддержки онкобольных. И сейчас моя бывшая клиентка ведёт, она сама переболела, да, вылечилась. Так вот, в самой первой группе, когда собрались участники, было человек 10, наверное, женщины, нет, один мужчина был в этот момент. И на вторую встречу, когда мы пришли, вот они сидят, рассказывают, знаете, там, без париков, в общем, разные. Кто-то в ремиссии пять лет, а кто-то вот только химию начал делать. И не просто всё. И вот две из них рассказывают. А я позавчера была на химии, захожу, там, 50 человек в очереди, захожу, и вот Катя сидит. Катя, и ты на химию! И мы начали так хохотать. Она обрадовалась им, ты на химию. То есть, да, везде можно какой-то поворот найти. Я, знаете, что хочу сказать по этому поводу? Вы сказали фразу про смех и слёзы. Абсолютно вот эту фразу, вот нам говорил очень часто Михаил Николаевич Задорнов. Вот эта лампа зелёная рядом с вами, да, это его лампа, которая нам была подарена, он под ней работал. Два дня назад, 10 ноября, вторая годовщина его ухода была, и все его помнят, и все его любят, и очень нам его не хватает по-прежнему. Но вот он говорил, что смех и слёзы – это две эмоции настоящие. Когда человек плачет, когда человек смеётся, это нельзя подделать абсолютно, нельзя заставить, да. Расскажите, пожалуйста, если можно, вот эту историю, связанную с вашей поездкой на Валаам, и с какой-то миссией, которая привела вас к Задорнову. Ну, это истории из-за разряда необъяснимых, которые не надо объяснять, надо как-то переживать. Я совершенно случайно, я в Нарве, в Эстонии проводил группу терапевтическую, и вечером, следующего дня, должен был ехать в Ригу. И накануне вечером я открываю Facebook, выскакивает реклама, однодневное путешествие на Валаам на корабле. Я звоню, оказывается, одно место есть, и я после Нарвы не в Ригу, а еду в Питер. За 20 минут отправления корабля попадаю в каюту замкапитана, который свободно плыву таким королём, значит, гуголем, и весь день я провожу на Валааме. И в одном из скитов, я не помню название, на экскурсии, когда нас водили мимо скита, экскурсовод сказал, что вот этот скит, этот храм малюсенький такой, туда посетители не пускают. Здесь живёт монах такой-то, я не помню его имя, и это храм только для него, и он туда никого не пускает. Пойдёмте дальше смотреть Шишкинскую сосну. И вся группа пошла смотреть Шишкинскую сосну, а я остановился возле... То есть сосна, изображённая на картине Шишкина? Да, она там написалась, да, да. Я почему-то остался стоять минут 10, причём этот храм, он обит внешне досками, то есть он, видимо, на реставрации, не знаю, да, но как-то, вот как сарай. Невзрачный. Я почему-то стою. И в какой-то момент, в метрах в 50 от храма, избушка в лесу открывается дверь, оттуда выходит монах, наверное, это монах, да, может быть, тот самый, о котором говорили. Он идёт ко мне, навстречу улыбается, говорит, здрасте, я говорю, здрасте. Он говорит, где вы ходите, я вас давно жду. Я говорю, меня? Он говорит, вас. Пойдёмте. И он меня ведёт в храм. Замок, вот этот амбарный, которых уже сто лет не видели. Ставлю ощущения ваши. Достает из рясы, значит, ключ огромный, открывает. Я говорю, вы точно меня ждёте? Он говорит, тебя, тебя, заходи. Он, я захожу в храм, он закрывает за мной дверь. Храм малюсенький, размера с эту комнату, и иконостас деревянно-резной. Какой-то совершенно невероятной красоты. И со мной там произошло, ну, наверное, это называется религиозные переживания. Это такое повторилось. То есть я на похоронах сына, на отпевании это пережил. Вот какой-то, да, после чего мне отец Тихон из пустынки рассказал там много лет назад. Он сказал, что тебя Господь поцеловал в макушку. Я ему поверил. Я думаю, я с ума сошёл. Так вот, я в этом храме испытал это переживание, когда я потерял время, себя. Это объяснить, описать невозможно. И в какой-то момент я пришёл в себя. Открывается дверь, заходит этот монах. Настаёт из какого-то ларца крестик и иконку и говорит, на, передашь кому надо. Я, знаете, вообще как в кино. Я говорю, кому надо? Он говорит, придёт время, узнаешь. Может, он с кем-то даже перепутал вас? Мы выходим, я думаю, да. Я думаю, ну, не может такого быть. Я говорю, вы меня точно не перепутали? Он же злится. Он говорит, давай, иди. Всё, иди. Я говорю, как я узнаю? Придёт время, узнаешь. Приходит две недели. Ко мне приходит на консультацию Людмила Николаевна Задорнова. Мы не были с ней знакомы. Кто-то из журналистов, ну, зная, что я в этой теме работаю. Это сестра. Сестра, да. И вот мы с ней пообщались. Я там дал какие-то свои рекомендации, как с Михаилом Николаевичем может там разговаривать, про страхи. Ну, в общем, какие-то такие. Ответил на её вопросы. Проходит время. Ещё неделя примерно. Вечером. Звонок. Я вижу, что Людмила Николаевна звонит. Сказал, что я... Миша показал ваше интервью там какое-то на Ютубе. И он сказал, что вот пятерых психологов он выгнал. Да, за последние там месяца или два. Сказал, вот этого парня я бы, значит, принял. Мы бы с ним поговорили. Я сказал, да, хорошо. Я как раз спланировал ехать там в субботу в Москве у меня группа. В пятницу я буду, я могу приехать. Я кладу трубку. И мои глаза попадают на мешочек, который я... А, да, ещё. Ещё же там была история, что когда нас привели... У нас есть время? Очень мало. В общем, эта икона оказалась в Аламске известной. Вот сейчас я название не помню. Которой со всего мира ездят люди, у кого рак. И вот я вдруг понимаю, что у меня есть такая миссия передать Михаила Николаевича. Я еду с этой иконой, с крестиком. Мы с ним разговариваем. То есть просто вы в этот момент понимаете, что это вот оно, да? Я еду, я понимаю, что ему не очень легко разговаривать. Его положение, состояние здоровья было в тот момент. Не очень располагающе к беседам. Но мы с ним провели, наверное, вместе часа два. Я ему рассказал эту историю. Он это взял. Он так плакал у меня на плече. Мы там про многое. Но я ограничен этическим кодексом рассказывать про то, о чем мы говорили. И он попросил, когда я уходил, он говорит, надень. Мы там всей семьей его искали шнурок, чтобы я раздербанил матрас. Там шнурка не оказалось. Я снял свой. У меня был крестик. Я себе оставил. Его крестик вдел, надел на него. И Михаил Николаевич, даже когда у него была операция потом, он попросил врачей не снимать этот крестик. И похоронить просил с иконкой в руке и с крестиком. То есть получается, что вот тот монах на далеком острове Лааме откуда-то узнал, что вы проходите мимо? Вот как это объяснить? Может, он вас ждал? Знаете, я когда думаю, что это было, это очень странно. Ну, люди удивляют, я рассказываю эту историю. А у меня такое странное ощущение, что, ну, вот вы садитесь в поезд, кто-то подходит, говорит, слушай, передай конверт, там встретят. Ну, берешь конверт, передаешь. Без особых чувств ему кто-то дал. Вот у меня такое ощущение. Я не знаю, как к этой истории относиться. Почтальон. Вообще уникальная, конечно, история. А потом еще через две недели я увидел в прессе, что Михаил Николаевич соборовался, призывал священника. Ну, было написано, что он принял православие, но, насколько я знаю, он был крещеный. Да, крещеный. И, конечно, мне так тепло стало на душе. И в каком-то смысле кто-то из родственников мне сказал, Людмила или Валта, я не помню, что вы стали крестным отцом Михаила Задорнова. Это очень странно, конечно. Образно, да. Это так странно. Ну, да, конечно, образно. Знаете, ну, есть такие вещи, конечно, необъяснимые, они никогда не будут объяснимыми. То есть здесь можно верить, здесь можно с этим жить. Наша программа, к сожалению, очень быстро подошла к концу. Я еще не разогнался. Только начали говорить. У нас буквально одна минута, мы вас просим, Дмитрий, сказать что-то очень важное сейчас нашим радиослушателям, без чего вот они не могут выключить радио. Ой, задачу вы не ставите. Сейчас я, дай Бог памяти, вспомню у Бродского в одном стихотворении. Значит, боже мой. Вот прям совсем секунда. Есть? Ну, давайте без Бродского. Прям совсем секунда. Я сейчас попробую. Значит, нету разлук, существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи. И вот это ощущение, что кто-то, несмотря на то, что какие-то ужасы в нашей жизни будут происходить, вот желаю всем вот этого ощущения, что есть кто-то, кто обнимает за плечи, кто дает опору, сохраняет в нашу цельность, нас как нас. И вот этого я всем желаю. А мы можем одним маленьким звонком по телефону 9-3-0-6-3-8-4 послать свое такое вот, ну, как будто бы обнять за плечи вот эту маму, у которой есть такой тяжелый ребенок и которая просит помощи. И вам воздастся. Спасибо огромное, Дмитрий. Мы вообще продолжим эту тему еще, да, через какое-то время. Будем вас ждать. Мало вам, да? Мало. Им еще мало. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо всем радиослушателям. До встречи через неделю. До свидания.